Девушки отдыхают Каким был первоисточник, с которым работал предприимчивый немец Результат был всегда один Получалось отвратительное нечто Которое без слез смотреть было невозможно Были, однако, и другие фильмы Более качественные Вроде Doom или Принца Персии Но назвать их однозначно хорошими Язык не поворачивался Создавалось впечатление, что игровым студиям Просто плевать, как обращаются с их детищами А режиссеры, в свою очередь, не понимают Как им работать с предоставленным материалом И уповают только на громкий тайтл И раскрученную вселенную Словосочетание «фильм по компьютерной игре» Стало уже своего рода рецензией Причем неизменно отрицательной Но так было до недавнего времени Пока не вышел Warcraft Студия Blizzard с присущей ей основательностью Взялась за производство будущей картины Первое, что сделали разработчики Отогнали десятиметровой палкой От проекта уже упомянутого Уве Болла Который одно время проявлял к фильму интерес Затем к производству был привлечен Дункан Джонс Режиссер, не понаслышке знакомый Со вселенной Warcraft'а И понимающий, что от него требуется сделать В результате образовался тандем Очень бережно и старательно Перенесший первоисточник на киноэкран Отметим сразу Первые негативные отзывы в прессе Были не так уж и безосновательны У Warcraft'а действительно есть проблемы Главные из которых — сценарий Сюжет картины в принципе не так уж и плох Мир орков погибает И вождь Гул'дан с помощью магии Открывает портал в Азерот Куда отправляется вместе с небольшим отрядом Чтобы переправить всю Орду Оркам необходимо построить новый портал И взять в плен достаточное количество людей Чтобы его питать Альянс, естественно, замечает Что на его земли вторглись невиданные ранее существа Начинается война Повествование ведется с двух противоположных сторон Все сюжетные линии, связанные с орками Практически никаких нареканий не вызывают Собственно, орки — это чуть ли не лучшее, что есть в картине И глубоко в душе мы бы хотели, чтобы Warcraft Был от начала до конца про них Настолько они аутентичны и отлично нарисованы Дуротан, вождь клана Северных Волков, прописан отлично Он не просто тупая машина для убийства, как большинство его сородичей А думающий и переживающий персонаж, заботящийся о своем племени и о своем народе Гул'дан получился очень харизматичным и действительно устрашающим злодеем Стремящимся к абсолютной власти над нестабильными полчищами орков Но вот когда сюжет начинает подаваться со стороны представителей Альянса, то на зрителя сыплются практически все возможные клише В отдельных моментах можно запросто угадать, как поведет себя тот или иной персонаж, что он скажет и как будет действовать А на главный рояль в кустах намекают настолько толсто, что не увидеть его просто невозможно Но то, что не получилось взять истории, создатели компенсируют визуальной частью и экшеном Как бы нас не заверяли авторы, Warcraft — это фильм, снятый преимущественно для поклонников игры Количество фансервиса в ленте такое, что иногда создается впечатление, что ты смотришь очень длинную и очень дорогую кат-сцену Все, от образов известных персонажей и общего антуража до какого-нибудь крика Мурлока в ночи, создано с невероятной филигранной точностью Костюмы, постройки, пейзажи — все настолько родное и до боли знакомое, что особо впечатлительные фанаты могут запросто пустить скупую слезу Если же вы не играли в Warcraft или на худой конец в Hearthstone, а словам «Моя жизнь принадлежит орде» для вас пустой звук, не отчаивайтесь В принципе, в фильме и для человека непосвященного все понятно Однако удовольствие от очередной пасхалки или отсылки вы, конечно, не получите Помимо общего визуального стиля картины, главным плюсом Warcraft являются батальные сцены На моменте, где огромный орк с криком «Лактар Агар» прыгает в толпу солдат Альянса, мы поняли — фильм удался Масштабное побоище в фильме одно В основном люди и орки бьются небольшими отрядами Но и такие локальные стычки поставлены очень хорошо и полны адреналина и сущного насилия Расчлененки и кровищи в фильме нет Все-таки рейтинг 12+, что местами удручает, но общего впечатления от батальных сцен не портит Warcraft, несмотря на все очевидные огрехи и недочеты, является на данный момент лучшей адаптацией компьютерной игры для киноэкрана Да, есть проблемы с историей, но стоит понимать, что сценарий писался сразу с расчетом на несколько сиквелов И будем надеяться, что с выходом продолжений сюжетные дыры затянутся Зато картина уже сейчас может похвастаться безупречной визуализацией, отличными битвами и невероятным вниманием к деталям Дункану Джонсу удалось то, чего не удавалось никому — снять фильм по компьютерной игре, который можно смело поставить рядом с ним С первоисточником Получился ли из Warcraft'а новый «Властелин колец»? Сказать сложно Все-таки должно пройти время Должны утихнуть все споры между фанатами и критиками Чтобы художественная ценность картины Дункана Джонса стала более очевидной Одно можно сказать точно — получилось ничуть не хуже «Хоббита», а местами даже лучше Сейчас, в условиях отсутствия конкуренции, Warcraft остается главным фильмом в жанре фэнтези со времен окончания эпопеи о Средиземье Питера Джексона Warcraft Встреча субтитров А.Семкин Встреча субтитров А.Семкин Встреча субтитров А.Семкин Встреча субтитров А.Семкин